Шашлык из ароматной баранины, сладкая кукуруза на гриле, слегка подмаринованные шампиньоны, пахнущие дымком, нежная курочка, истекающая соком, ломочки баклажанов и помидоры с треснувшей от жару ли кожицы. А компот? К такому великолепию мы просто обязаны подать достойный десерт. Сегодня займемся приготовлением простого, но потрясающе вкусного английского пирога на углях. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. У нас продолжается лето, поэтому я решил немножечко пройтись по барбекю рецептам. Но при этом идея у меня следующая. Все вы, выезжая к себе на дачу, на природу, на шашлыки, наверняка готовите сто раз известные вам проверенные рецепты. Используйте только их, и вряд ли кто-то из вас что-то пробует новое. Сам такой, я вас прекрасно понимаю. Я редко что-либо изменяю в своих проверенных рецептах. Но я заметил, что практически всегда на этих мероприятиях наедаются мясом обычно мужики, женщины едят его немного поменьше, а дети, как правило, пуклюют 2-3 кусочка и убегают. И для них это мероприятие достаточно грустное. Поэтому давайте сегодня я покажу, как можно разнообразить десертный стол на барбекю. Рецепт, который я собираюсь сейчас показать, я готовил в духовке на Новый год. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и посмотрите. Ровно то же самое, ну или с такими же вариациями, можно приготовить и на углях. И это будет очень здорово. Более того, у меня барбекю имеет вот такую замечательную крышку. Благодаря этому у меня получится приготовить все это с дымком. Будет очень здорово. Различных вариаций этого блюда, я говорю про крамбл, или английский крошечный пирог, или пирог с крошками, невеликое множество. Поэтому какие фрукты вы для него будете использовать, это только вопрос ваших предпочтений. Тут абсолютно не важно, что. У меня сегодня 2 груши, 4 яблока, 2 зеленых и 2 красных, и 1 нектарин. Можно еще добавить сюда лимон, или цедру лимона, или даже какое-то варенье. В общем, творите. Кто во что гораст. Приступим. Так как готовится начинка очень быстро, первое, с чего я начну, это запалю угли. Этот стартер мне очень нравится тем, что в нем можно разжигать угли, вне зависимости от того, занят у вас сам ангал или нет. В сторонке его отставили и используем. Действительно удобная штука. Для того, чтобы вот этот ведро углей раскочегарилось, достаточно приблизительно трех таких вот комковой бумаги, последовательно закладываем их. все, пока угли разгораются, я займусь нарезкой фруктов. Чем более разнообразные фрукты будут готовы в десерте, тем он получится вкуснее. Но это вы без меня прекрасно знаете. Итак, все я нарезал. В зависимости от ваших вкусовых пристрастий, можно либо добавить сюда сахара, либо не добавлять. Я сюда добавлю и сахара. Я люблю, чтобы десерт был сладкий. Я сюда добавлю ванили. Есть у меня во флаконе. И я добавлю для более яркого вкуса немного лимонного сока. Я думаю, это будет очень хорошо. Сахара на это количество фруктов у меня уйдет, наверное... Ну, я думаю, двух столовых ложек будет достаточно, без горки. Отлично. С фруктами разобрались. С ванилью разобрались. Еще, я забыл совсем, нужна корица. У меня склероз, и пока один из моих операторов побежал за корицей, я займусь крамблом. Итак, для этого мне нужна мука, нужен сахар, процентов 60-70 от общего количества муки по весу. И сливочное масло, процентов 40-50 от веса муки. Итак, крамбл-штука очень простая. Это смесь муки, сахара и масла сливочного, размягченного. Туда еще можно добавить, кроме этих продуктов, орехи. Можно вообще бисквит раскрошить, сухой, подсушить его, смешать с маслом, чтобы он более слившийся, такие крошки были, и использовать. То есть, в принципе, самое важное – получить сладкую, ароматную крошку. Я в эту крошку, как вы видели, добавил еще и в ванили. Если вы соберетесь готовить десерт с крамблом на природе, как я вас и призываю, то вот эту самую затируху, это крошево, можно приготовить дома. Это еще и удобнее будет. Она хранится прекрасно в холодильнике. До ваших мест, где вы соберетесь шашлыки готовить, прекрасно доедет в банке. А на месте вам останется только нарезать фрукты, засыпать крамблом и отправить это дело запекаться. Еще момент. Я прекрасно понимаю, что далеко не у всех есть мангал или барбекю такого типа, как у меня, с крышкой. Но это не особенно важно на самом деле. Какую крышку, какого рода вам использовать, если вы на даче, да хоть старым тазиком прикройте сверху, приблизительно хотя бы, эту посудину над углями, и все будет прекрасно работать. Главное, не нужно ставить посуду с вашим будущим врагом непосредственно на угле, иначе все слишком быстро сгорит. Все-таки нужно на решетку это дело ставить. И сверху прикрывать нужно, давая некий объем. Как добиться дымка, я вам сейчас все расскажу и покажу. Итак, крамбл у меня уже почти готов. Видите, какая получилась масляная крошка. Пока я болтал, оператор принес мне корицу. Засыпем корицей наши фрукты. Только главное не переусердствовать. И засыпаем. Итак, все подготовительные операции завершены. Осталось высыпать угли. Только угли нужно будет располагать не непосредственно под крамблом, а все-таки немножко в стороне, иначе слишком сильно жарить не их будет. Сразу подготовлю все для того, чтобы получить дым. Процедура тоже очень проста. Для этого я использую фольгу и опилки. Конечно же, вы можете использовать не опилки, а просто настругать ольхи. Но у меня есть опилки, и для меня это удобно. Еще один момент. Я часто вижу, как различные любители домашнего копчения смачивают опилки в фольге, прежде чем укладывать фольгу и убирать сюда, чтобы они более медленно горели. На самом деле, это плохо, это вредно. Дело в том, что мокрое дерево, оно не только медленно тлеет, но и вот этот пар водяной тоже выдает в эту самую красно-таки область. А вода растворяет в себе, в числе прочего, и тяжелые элементы, смолы, и прочую гадость. И эта вода неизбежно просто падет в ваш пирог и испортит его, сделает хуже. Поэтому самое первое правило копчения, чем более сухая атмосфера во время копчения, тем более качественный и полезный продукт получается. Поэтому не надо ничего смачивать. Итак, смотрите, я этот пакет сделал. Сейчас доступа воздуха к нему практически здесь не будет. Я сделаю несколько проколов, через которые будет выходить дымок. И все готово. Много дыма здесь не нужно. Все. Теперь обустраиваем весь процесс. Итак, выкладываем угли. У меня есть такие замечательные варежки, местами даже прожженные. Угли на месте. Теперь обеспечим дым. Видите, я положил непосредственно на угли пакет, и он сейчас начнет тлеть и дымить. Закрываю решеткой и перекладываю наш крамбл. Чуть в сторонку. А теперь остается только ждать. Прошло где-то 20, наверное, 25 минут с тех пор, как я поставил крамбл готовиться. И все готово. Обрабатывал дымом этот крамбл. Я только первый буквально 5 минут. А дальше уже не подкладывал. Это будет достаточно. Смотрите, запах совершенно божественный. Остается только наложить и попробовать. Смотрите, сколько там сока. Такой легкий аромат дымка. Просто прекрасно. Ну и главное не обжечься. Прекрасно. Просто прекрасно. Сладость фруктов. Легкая кислинка лимона. Великолепный десерт. И я считаю, он прекрасно оттенит шашлык на природе. Пробуйте. Готовьте. Если уж у вас совсем туго с подобной конструкцией, в конце концов, крамбл можно собрать просто в фольге. Только сделать несколько слоев и укладывать это прямо на решетку. А можно отгрести в сторону угли. Положить эти пакеты из фольги, собранные, толстенькие, на пепел. Присыпать пеплом и сверху тоже закрыть углями. Тоже годится вполне себе походный вариант. Точно так же, как вы картошку запекаете. Быть может. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Теплого вам и даже жаркого лета. Вкусных десертов. Вкусных шашлыков. Не забудьте подписаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok